Подготовка полным ходом с 16 по 23 марта в Иванове пройдет 12-й благотворительный марафон «Ты нам нужен». Степень готовности к акции обсудили на заседании Оргкомитета. Благотворительные мероприятия по сбору средств развернутся по всему городу, в крупных торговых центрах, учреждениях образования, культуры и спорта. Самая главная задача у нас, конечно, помочь детям нашего города и позволить каждому жителю совершить доброе дело, пусть не путем принесения какого-то возноса, а просто даже участия в судьбе тех детей, которые в этом нуждаются. И такая возможность у каждого из нас, у каждого жителя города, она будет. Работа по подготовке марафона проделана большая. Согласованной площадке проведения утверждена программа благотворительных мероприятий. Выпущена сувенирная продукция, набраны волонтеры. Именно на их плечи ряжет ответственность по сбору средств. В этом году волонтеров будет работать на марафоне не меньше, чем в прошлом году. А в прошлом году у нас более 700 человек работало. И нынче тоже будет работать большое количество волонтеров. Будет очень весело, красочно, зажигательно. Ведь основная задача фонда содействия развития города Иваново, оргкомитета, комиссии, забрать как можно больше благотворительных средств, для того, чтобы помочь детям-инвалидам приобретение дорогостоящих лекарств, средств реабилитации, проплатить какие-то дорогостоящие анализы, обследования. Собранные на марафоне деньги направят для оказания адресной помощи больным детям, которые остро нуждаются в дорогостоящем лечении. Подать заявку можно до 15 марта включительно. На сегодняшний день поступило уже 70 заявлений от благополучателей. И все они очень ждут помощи. И я считаю, что каждый житель города должен непременно участвовать в данном марафоне, потому что это показатель зрелости, показатель стабильности нашего общества, что мы можем подумать не только о своих каких-то каждодневных делах, но мы можем подумать о другом человеке, о ребенке, которому необходима помощь. Логотип марафона в этом году «Апельсин» в виде циферблата. Это своего рода призыв спешить делать добро. Помощь больным детям нужна здесь и сейчас. Завтра может быть поздно.